Протягиваем выпуск. Сегодня у Речицы прошел другой фестиваль для пожилых людей. В первую очередь такое мероприемство организовали 5 лет тому, но теперь его обещают проводить больше часто. С программой ознакомился Олег Синцеров. Да, фестиваль у Речицы рактировались грунтовно. Вонковая реклама, артикулы в районной газете и объявы в громадском транспорте. А по проведению свято ведали все. Для удела у фестиваля запросили так самоорганизации, которые оказывают послуги со старелым. Починаючи от представников гандровых кропок. Причем вся продукция реализовывалась в позниженных ценах. Выбор был широким, по словам организаторов, чтобы люди могли набыть все необходимое в одном месте. Для гостей фестивалю организовали выездный гандаль. На полициях сукерки, перники, кобасы с бульбой, творожные батончики. Жанчины называются такие гандаль, бываемые аталия. Жартуют, а от покупок не отмывляются. Фестиваль для пожилых людей. Это махтемость не только отпочить, а и отрабатывать комплекс послуг. Починаючи от приема медиков до консультации супрацовников Министерства по независимых ситуациях и банковских работников. Я ще одному этому фестивалю. Представить людям махтемость сустреться. Самое главное в этом фестивале и цель нашего фестиваля, чтобы ветераны не почувствовали себя одинокими. Чтобы они смогли прийти, встретиться со своими знакомыми, со своими друзьями, со своими сослуживцами, одноклассниками. У плане организации работы с пожилыми людьми – Речицкий район, сироты девушек, хор ветеранов войны и прасы, народный ансамбль песни и танца, аматорское обеднание «Живица», «Хлоп наткнение» – самому старейшему члену этих коллективов уже 90-х годов, а для поваженный взросл, не пересхожая их у денег, притремливаться активного ладу життя. Каждого человека персональная выставка прошла. Не только в нашей Речице, в Гомеле, в Минске. Каждого человека прошла персональная. У нас проходят выставки и общие, такие, значит, общаки, как я говорю. У нас проходят мастер-классы для детей в гимназии, в Гомеле, в Речице, для детей с ограниченными возможностями. Почас проведения фестиваля для пожилых, учить пропаново, проводить такие мероприимства больше часто. Называется она вот конкретные термины, раз у квартал. У Речице эта махчимость не только зарабить життя пожилых людей больше разностайным, а ей доведаться о проблемах, яке их хвалюють. К нам поступил закон о ветеранах, там будут поправки уноситься. Надо посмотреть, какой статус ветерана. Конечно, хотелось бы найти какие-то источники поддержки этой категории, потому что объективно те пенсии, те отразмер пенсии, уровень пенсии, конечно, он маловат. И сложно порой, особенно людям, имеющим целый букет болезней, других каких-то вопросов и проблем. Поэтому надо думать, как помочь. Если не материально, то хотя бы найти какие-то другие формы для того, чтобы поддержать вот эту категорию. Она этого заслужила. Олег Синчаров, Владимир Икапанько, телерадиокомпания «Гомель» за Речице.